ну и вот что получается в общем то в итоге у меня здесь но это еще не все сверху я хочу вот он последний элемент но я еще не подобрался себе фонарики козыречек такой накину как у меня был верхний свет я хочу сделать верхний свет и вот тут какую-то еще тоже подсветку в рабочей зоне тут светилась а может от того верхнего хватит посмотрим теперь конечно квартире хорошо удобно вроде бы работать но смысле удобно то что как бы сам по себе тут но вот везде мусор он летит это вот уже надо мне все дорезать сюда пилить наверное потом уже генеральную уборку делать потому что бесполезно везде кругом пылит так в общем я еще вот чего тут забабахал то есть помните вот такая вот была этажерка старенькая просто обувь но теперь решил чтоб можно было садиться переобуваться 4 пары обуви дежурной сюда влазят свободно ну здесь потом еще крючки добавлю вот и как говорится повседневная одежда по которой пользуешься то есть накинулся и еще что-нибудь такое сделать чтобы ключи куда было кинуть хотя у меня ключница есть ее собирался куда-то сюда крепить может быть даже может даже часа прикреплю пока все равно перфоратор все здесь на месте вот ну как обычно я сначала делаю а потом начинаю как-то постепенно облагораживать она стоит вещь вот шкаф там чем быть еще потом мысли доходят еще какую-то полочку туда еще чего-то еще чего-то и все я уже понял что главное сделать каркас этот как с кухней но с кухнями дальше идея есть но просто пока вот это все не сделаю дальше я не двигаюсь но ничего его продолжим потихонечку делать разве слушать я конечно фигею сцен которая сейчас у нас установились ну вот чуть-чуть метизов горсточка саморезов да грубо говоря так 3 крючка это вот прихожку сюда что вот делал недавно еще один одну ручку покажу зачем взял ее своя идея вот еще саморезики выключатель такой вот решил двухклавишник все они а 4 уголочка вот эта москитная сетка прижим межсекционный уголок вот сюда и 4 рейки и все это мне обошлось его лишь его лишь 2743 рубля никогда это вручили в руки я такой думал блин по-моему я что-то еще очень дорогое с бриллиантами случайно положил сумку потом пересматриваю не а она все начинает набегать крючки и рублей по 300 блин эта фигня рублей 500 здесь метизы тоже подорожили уже 300 чем-то это 300 чем-то это 300 это 300 там 300 ну да про тракториста блин короче говоря и все и радуйся вот считай на 3000 вот ты вот приобрел я хрен его знаю ремонт делаешь и удивляешься и поражаешься я даже сейчас не знаю что выгоднее купить квартиру с ремонтом который застройщик будет делать и это лотерея повезет не повезет или же лучше все-таки голые стены и ты уже сам будешь там рационально использовать свой ресурс находить работника может своими силами опять-таки вы же делать мне кажется второй вариант более предпочтительный ты будешь точно знать из чего ты делаешь и как искать материалы искать работников искать свои силы и возможности и так далее но это что-то вообще адовая конечно же на рынке творится но про продукты я тоже молчу все растет у нас убеждают что это все нам на пользу и в общем-то осталось только дождаться этой пользы хочу сказать на улице жарковато стало самое время испытать кондиционер и вот всегда было некогда мне подключить слив ну просто подключить слив именно в канализацию а теперь сразу быстренько время нашлось как только это прижучило выделил полчаса провел все сливается все отлично прохлада так пришел ко мне наконец-то мастер я могу показать как выглядят от самолета вот она изначально в общем пены тут особо-то и нет то есть что-то вроде пенели но особо она не везде скажем так это пена присутствует поэтому вот здесь тоже ее нет здесь нет здесь нет там чуть-чуть есть там нет так что сейчас он пошел за пистолетом покупать потому что старый пистолет нифига в него не пистолетит судя по всему пересох ну да вот здесь тоже все по-хорошему надо все это выковыривать нафиг заново запенивать ну да это все дыры слышу сначала какой-то скандал а потом слышу звук какой-то такой непонятный выглядываю в общем кому-то чайник нафиг не нужен оказался и судя по всему еще и вон тот утюг я такс большой такой перерыв прошел у меня в съемках ничего не снимал но за это время кое-что изменилось дайте там глянем сюда не помню на каком моменте здесь было но ящики пока что там все раскладываю все остальное и очень много времени вышло на вот эти вот фасады кто делал уже сам тот наверняка понимает о чем я то есть что это такое это жуть во-первых геометрия носом ткнула меня очень сильно то есть любой косичок любой просчет в разметке в расчетах в сборке и так далее он такой таким боком вылазит что мама не горюй эти стены матерные слова за последнее время услышали большое количество раз потому что просто я натыкаюсь на вот эти свои косяки и понимаем надо более досконально но что в тренируюсь в конце концов сам на себе называется то есть свои ошибки свои грабли вот и но вот такой вот опыт может быть это в будущем он не пригодится и так почему у меня еще вот эти вот антресоли мои стали стали здесь начал навешивать туда фасады тут газлифты у меня там все дела там все 5 10 все как бы круто все классно хорошо но твою мать не могу понять почему у меня тут тоже опять геометрии проблемы провисания какие-то идут и все остальное 5 10 вы не знаешь что делать и потом обратилось внимание на одну простую вещь которая не заметил часто уже немножечко подравнялась но когда тяжелые вещи а вы видите ребра жесткости в дальней стороне есть а впереди его нет и она начинает продавливать то есть уже был я на грани заклинивания кровати вот соответственно было принято экстренное решение все оттуда снять поскольку даже с небольшой нагрузки начинается вот это продавливание сейчас ищу вариант крепления на стену один из вариантов был кронштейны сварить и на них просто на накинуть сквозняком чтобы держалась за верхнюю крышку второй вариант попроще в принципе ну как кухонные шкафчики то же самое посмотрел крепеж до 60 килограмм то есть в паре больше 120 будет держать ну и вот буду дальше пробовать дальше теперь же расчет разметка и все остальное но об этом я еще пока об этом завтрашний дима подумает у меня другие немножечко задача стоят надо разобраться продолжаю складывать еще вещи количество ящиков уменьшается но бардак при этом еще как-то вот не исчезает то есть вроде бы вот 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 уже вот еще чуть-чуть и хлобысь чего-нибудь происходит и все тут вот этим вот фасадом нижнем чтоб он открывался туда куда мне надо и удерживался верхнем положении без малого три дня то есть не то что прямо ими три дня им занимался но я опа 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 какой-то крепеж там какую-то защелку потом вот эти вот газлифты которые барные секретарные купил приехали они не подошли в общем знаете все вот в мелочах начинается то есть вот какая-то фигня не дает двинуться дальше но с этим сталкиваться не раз и все а вообще думал что вот да вот эти вот там сколько тут неделю сделаю намного больше вот заняло время у меня еще перегон moto но тот пока временное решение здесь шлем тут вот но в общем то одно то другое то 5 то 10 но тем не менее все у меня продолжается планы намечены на дворе прохладное лето прекрасная погода и вот прям такой длинный такой у меня выход получился не короткий да но я продолжаю свои дела буду кому интересно как говорится делиться ими своими дальше с вами как говорится вот 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 вот